ну прежде всего и чаще всего люди ориентируются на кислотность почему мы говорим про кислотность либо показатели более высокие щелочные значения почему это так важно дело в том что когда у нас вода проходит через естественные фильтры это почва либо мы воду берем из каких-то поверхностных источников то вода насыщена различными ионами щелочных земельных металлов чаще всего их называют кальций магний натрия алюминий железо и так далее но чаще всего и больше проблем вызывает кальций магний вот и это второй фактор почему мы говорим о том что идеальной воды нету потому что в природе вся вода она содержит растворенные вот эти вот соли различных металлов и для каждого пестицида вот эти показатели показатель кислотности показатель содержания растворенных каких-то солей ионов металлов они будут влиять на каждый пестицид по разному абсолютно по разному но если говорить про какие-то средние значения то я рекомендую для баковых смесей или для пестицида в среднем пять с половиной по 6 половиной вот ориентироваться на эту показатель ph так уж получается что в природе таких значений воды но крайне мало как правило такие вещи достигаются путем вот спора талой воды вот такие показатели можно там дождевой воды вот но говорить про чистоту относительно металлов вот этих солей металлов не приходится потому что природная вода она всегда содержит какое-то значение какую-то концентрацию и для этого нужен ph метр и для этого нужен тдс метр до для оценки общей минерализации только общий вот паш почему это важно дело в том что есть разные пестициды и это можно сказать живой организм который попадая в какую-либо среду кислую щелочную он имеет этот пестицид определенный период жизни и допустим цеперметрин и по разным источникам у разных производителей действующее вещество цеперметрин может жить в воде щелочной наш агроном заправил бак опрыскивателя тут обед и через 10 минут 10 минут тире полчаса эти действующие вещества цеперметрин уже достигают периода полу распада что такое период полу распада половина действующие вещества нашего уже не работает вот поэтому для не для такого типа действующих вещества рекомендуется определенные значения паш есть табличные значения а вообще каждый уважающий себя производитель пестицидов должен на упаковке указывать именно вот диапазон где будет нормально работать пестицид а когда мы составляем баковой смеси из трех пяти девяти и они требуют разные все ну или как минимум два из них будут требовать какой-то отличная да от более кислого паш то как здесь быть поэтому я и говорю оптимально пять с половиной шесть с половиной и и вперед что называется в поле точно такая же ситуация с минерализацией когда у нас вода довольно жесткая вот эти ионы металлов алюминия уже говорил кальций магний соединяются с молекулой пестицида и тем самым получается довольно громоздкая молекула которая как минимум тяжело проникнуть в объект контроля я сейчас говорю на лист про инсектициды то же самое работает то есть и как минимум тяжело проникнуть в объект контроля оптимально меняется его принцип работы то есть он уже не так активен он не полностью активен из-за чего производителю приходится увеличивать дозировки корректировать дозировки и порой это происходит значительно бывает вот в прошлом сезоне у нас один из наших клиентов работал диссикантом и дозировку относительно рекомендованной производителем увеличивал на сто процентов в то время как используя adjuvant в данном случае это был наш adjuvant full-tech позволил снизить ему до рекомендованной дозировки производителем и эффект от того что продукт он сработал более правильно и открыл полностью свой потенциал то есть эффект на подсолнечника был увиден уже на четыре дня раньше чем варианте с там где не было adjuvant а там где не было full-tech поэтому такие показатели как общая минерализация которую мы можем оценить показатель кислотности щелочности это гипер гиперважный момент для сохранения эффективности пестицидов и открытия их полного действия это комплексный adjuvant это целая технология таких на рынке на самом деле не так много их единицы он действительно корректирует ваш мягкое подкисление идет он корректирует ингибирует соли вот этих вот щелочноземельных металлов ну и кроме того дополнительные бенефиты приятные гасит пену который который нам тоже в поле очень очень мешает кроме того есть такое очень важное для агронома понимания эмульгация это качественное распределение всех пестицидов в баковом в баке для того чтобы они качество смешались эмульгация вот и дальше уже в процессе работы на на растение происходит процесс антисноса защита от испарения благодаря маслам ну и еще почему я говорю что full-tech уникальный в нашем adjuvanti содержится фито стимулирующий комплекс это комплекс который запускает иммунитет растений и благодаря чему растения более более раньше выходят из стресса это нужно делать периодически за сезон пока работаем в поле желательно 2-3 раза делать и иметь вот эти приборы тдс метр и ph метр да действительно есть такой метод что-то делать с водой для того чтобы наши пестициды работали лучше мы уже поняли это хорошо то есть обратный осмос очистка воды от вот этих вот солей это хорошо безусловно вопрос лучше ли применение одевантов или хуже это нужно в моменте смотреть но в целом если говорить про удобство то это применение одевантов намного практичнее почему прежде всего нужно понять что очистив воду обратно осмосом мы до доведем ее с точки зрения чистоты но мы не опустим значительно ph почему то есть получается что очистив воду нам все равно для таких продуктов допустим как глифосат и нам нужно все равно опустить ph до значений 4 и 3 система обратно осмоса с этим не справляется получается мы затратили деньги на осмос мы тратим время на подработку этой воды если мы у нас имеется осмос и у нас имеется удаленные поля я встречал поля вот в татарстане удаленность полей 70 километров нужно воду ввести 70 километров представляете какая нагрузка то есть логистика то есть в итоге то мы сделали хорошее решение поставив вот воду для нее осмос это отлично но мы не подкисляем осмос не сможет подкислить снизить ph действительно можно но не более чем на единицу помните я говорил пять с половиной шесть половина это оптимально то есть все равно какие-то одеванты либо вещества способные подкислить требуется подкислить воду поэтому с точки зрения ресурсосберегающих технологий рынок одевантов по оценке одного из исследовательских институтов американских до показывать что рынок одевантов в отличие от рынка продаж системы осмоса растет с 21 по 28 год есть расчетные показатели рост более чем в два с половиной практически в три раза вырастет рынок одевантов поэтому обратный осмос это хорошее решение но к сожалению для эффективных пестицидных обработок это неполное решение тех у кого людей есть осмос их обязательно коснется необходимость купить дополнительно диван подкислитель и туда же нужно будет купить пеногаситель и туда же нужно будет купить эмульгатор и туда же нужно будет еще много много чего купить то есть без одевантов все равно никак вот она экономика а куда девать воду которая после осмоса но это сугубо решение хозяйств а